В этом месте Писания, в этой главе, происходят интересные вещи. Во-первых, мы видим жесткое наказание, которое производит Господь. Помните за что, да? Краткая история. Сыны Израиля брали дочерей языческих и начинали поклоняться, воздавать жертвы языческим богам. И, мало того, что от наказания погибают тысячи израильтян, некоторых приходится убить собственноручно, чтобы покончить с жертвами иным богам. И вторая вещь, которая там происходит, очень важная, это передача власти. Когда Господь показывает Моше ту землю, в которую Он ведет народ, но говорит, дорогой друг, ты туда не войдешь. И народ просит, кто следующий? И Господь говорит, рука положить, передать власть, передать авторитет, передать помазание, Ишу Беннуну. И тут, знаете, когда происходит передача власти, ты думаешь, приемник, он надо сказать самое важное. Самое главное. И о чем говорит Моше? Первое, что Господь ему дает передать, мы читаем несколько подряд, две главы подряд. Жертва, 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 жертва. Жертва, это важно. Следующий пункт. Жертва растет вместе с нами. О чем я говорю? Смотрите, здесь говорится, принести такую жертву, принести другую жертву, от хлеба принести, от ягнят принести. Делаем ли мы это сегодня? Если Писание говорит, что это важно, если это первое, с чего начинает Моше, передавая авторитет, Ишу Беннуну. Что случилось сегодня? Моя случилось сегодня? Мы выросли. Гадалну. Мы стали другими. Ниену шоним. Миняется ли бок? Хаим Эллоим משетанем? Конечно нет. Комовен шелу. Но когда дети маленькие, родители от них ждут одних вещей. Но когда дети маленькие, от младенца ждёшь просто, чтобы он вовремя кушал, и вовремя просто ходил в туалет. Когда ребенок становится чуть старше, ожидания меняются. Когда он приходит в школу, ему дают сначала одни домашние задания. Потом другие. Потом третьи. Но потом он заканчивает школу, и домашние задания на этом не заканчиваются. Они просто становятся другими. И потом эти домашние задания это передать что-то своим детям. Может быть внуком. Жертвы меняются вместе с нами. Жертвы растут вместе с нами. Но их объединяет кое-что. Но это то, что важно для нас. Это то, что дорого для нас. Это то, что мы, несмотря на это, приносим перед Богом. Следующая вещь. Мы видим здесь, жертва отделяет дни. Ну, гораздо же легче было бы написать меньше сил потратить. Такие-то жертвы принесите такого-то, такого-то, такого-то числа. Другие принесите из список дальше чисел. Нет. Можее терпеливо пишет о каждой жертвы, о каждом дне. Жертвы делают разные наши дни. О чем я говорю? О чем я говорю? То, что мы приносим жертву каждый день, это делает наши дни разнообразными. В шаббат мы жертвуем временем для того, чтобы прийти в собрание. Каждый день мы можем жертвовать временем для того, чтобы побыть с Богом. И слушайте, каждую минуту мы жертвуем своими амбициями для того, чтобы быть такими, которые отражают его образ. Без этой жертвы невозможно. Следующее. Жертва делает нас частью того или иного. В чем была беда там? В том, что они брали девушек красивых с другого племени? В чем была беда там? Но это не самая главная беда. Но это не самая главная беда. Но это не самая главная беда. Самая главная беда, к кому они начинали поклоняться входя к этим девушкам? Жертва делает частью того или иного. Чему мы жертвуем того частью мы становимся. Почему трудно быть парнию и девушке просто друзьям? Почему для беда и беда тяжело быть просто друзьями? Потому что когда такая дружба происходит он жертвует время. Она жертвует время. Жертвует время друг другу они уже не могут пожертвовать его остальным. Когда они ограбляют время они не могут пожертвовать его остальным. Время самая дорогая жертва у нас всего 24 часа и больше нет. И мы реально растем вместе с нашими жертвами. Осия говорит проходит где-то 700 лет. Осия, пророк, говорит Ибо я Господь говорит через него Ибо я милости хочу они жертвы и боговедение больше нежели все сожжения. что он хочет хесед и не не курбан но хесед. Почему 700 лет назад для него было важно одно сейчас другое? Дети стали старши могут понять больше. жертвы милости жертвы общения жертвы любви и дальше Рав Шауль говорит в послании евреям одними и теми шежегодными жертвами преносимыми постоянно он не способен привести к совершенству приходящих к Богу так говорит он на законе что меняется меняются ожидания Бога что сегодня Бог ожидает от нас что сегодня Бог ожидает от молодежи что Бог ожидает от тех кто может быть подошел серьезным зрелым возрастом ажидания разные но Бог ожидает жертву может быть для кого-то это маленькая жертва но в глазах Бога это дар я верю я верю что нам нужно остановиться и спрашивать Бога что ты хочешь от меня сегодня если сегодня для кого-то для кого-то жертву это просто посеять служение какие-то финансы слава Богу Бог так тебе дает но возможно для кого-то служение это всю свою жизнь посвятить чимута может быть чимута незаметному может быть чимута что не будет прямо мусили на ютьюбе но чимута что будет на самом деле дорого сердцу Божьему мы должны вернуть жертвы в хорошем понимании в нашу жизнь и пусть наши сердца будут открыты для него и пусть наши сердца будут открыты для него Амин 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 Продолжение следует...